Ценовые стратегии SaaS-сервиса Месячная подписка против годовой Если вы продаете облачную технологию, как, например, конструктор посадочных страниц LP-генератор, то вопрос сформирования прайса жизненно важен для вашего бизнеса. Долгосрочная стабильность или краткосрочное увеличение прибыли? Именно такой выбор делают SaaS-компании, предлагающие своим клиентам крайне ограниченную альтернативу. Либо помесячную, либо годовую подписку. Безусловно, за счет меньшей цены и снижения степени ответственности, месячный тариф привлекает значительно большее число клиентов, что в результате приносит больше прибыли. Но непостоянство и отток пользователей негативно влияют на состояние компании в целом, в то время как годовая подписка обеспечивает долгосрочные преимущества, увеличивая денежный поток и базу постоянных клиентов. Существует ли компромисс, позволяющий получить преимущество обеих вариантов ценовой стратегии? По исследованиям специалистов Apprise Intelligency, всего одна из пяти SaaS-компаний предлагает своим пользователям два типа подписки на выбор. Большинство бизнесов предпочитает месячный тариф. Безусловно, выход есть и он довольно прост. Дать своей целевой аудитории свободу выбора между двумя типами тарифных планов. Удержание клиентов является ключом к прибыльности любой SaaS-платформы. По месячный тип подписки с данной задачей справляется не слишком хорошо. Как мы уже сказали, меньший уровень ответственности, более низкие цены и свобода по времени использования сервиса привлекает намного больше клиентов, чем годовая альтернатива, но нестабильность лишает бизнес критически важных для развития и существования финансовых средств. Бесспорно, для изначального развития стартапа и привлечения целевой аудитории, помесячный вариант оплаты является незаменимым инструментом, но его вред, увы, может быть равен пользе. Годовая подписка – гарант привлечения клиента на 12 месяцев, в течение которых у вас будет возможность построить более крепкие отношения и заслужить лояльность. Помимо этого, годовая подписка увеличивает денежный поток и помогает восстановить средства, потраченные на привлечение трафика элиты. Несмотря на значительно меньший показатель конвертации и опасность потерять пользователя, оттолкнув его длительным сроком обязательства, критически важные преимущества годовой подписки никак нельзя проигнорировать. Демонстрация нескольких тарифных планов не должна превращать ваш прайс-лист в отталкивающую своим беспорядком страницу. На прайсе видеохостинга Vistia ценовой раздел довольно просто сочетает описание двух вариантов тарифного плана. В правой части расположены варианты выбора подписки помесячно и годовая подписка, кликнув на которые, посетитель увидит разницу в цене. Компания OnePager – SaaS решение по созданию простых сайтов для малого бизнеса – демонстрирует прайс-лист так же, как и Vistia. Но в случае с OnePager вкладки с названиями тарифов размещены над колонками, а не справа от них. Salesforce – одна из наиболее успешных CRM в мире, отображает помесячный тарифный план на странице прайсинга, но подписка сама по себе является годовой. Данный подход может показаться довольно привлекательным, и в теории его использование допустимо, но ваших клиентов такая стратегия к получению долгосрочных контактов может оттолкнуть и разозлить. Также не стоит забывать, что цена продукта и его качество, эффективность, должны соответствовать друг другу. Сочетание цена-качество поможет как сохранить пользователей помесячного тарифа, так и отдать предпочтение долгосрочной сделке. А теперь посмотрим на нескольких представителей облачных сервисов Рунета. Мегаплан. Прайс у Мегаплана с первого взгляда довольно сложный. Множество функций, прогресс бар, динамика цен, нетрадиционное отображение. Одним словом, есть что оптимизировать. Юскан. Система мониторинга упоминаний в социальных медиа Юскан объединила в одном прайс-листе годовые и ежемесячные подписки. Битрикс 24. Облачное CRM-решение Битрикс 24 работает только с ежемесячными тарифными планами. Прайс представляет из себя страницу из 4-5 скроллингов. На этом изображении вы видите только верхнюю часть. Логично предположить, что если ваш проект и команда только начинают свой путь в мире интернет-маркетинга, годовую подписку вы вряд ли получите от пользователей, еще не знакомых с вами и вашим бизнесом. Лояльность нужно заслужить. Данный процесс может занять некоторое время, например, год или даже больше. В этот период нет особого смысла имплементировать годовые тарифные планы. С другой стороны, если ваша компания уже некоторое время представлена на рынке и обладает ядром постоянных клиентов, то вы можете существенно оптимизировать доходы с помощью оптовых цен, конечно, не забывая проверять все гипотезы сплит-теста. На этом пост видеоблога LPGenerator окончен. Если вам понравилось видео, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на наш канал и смотрите наши другие видеоматериалы. Высоких вам конверсий и всего хорошего!